Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. В пятницу прошедшую моему мужу в почтовый ящик кинули вот такой большой конверт. Потому что у нас начался карантин. С 30 октября, с пятницы по 1 декабря у нас начался опять карантин. Он работает на пластиковом заводе. Так вот, в этом конверте большом лежит еще маленький конверт. Маленький конверт. И в этом конверте 10 масок. 10 штук. 10 штук масок. Для того, чтобы мой муж ходил в маски, ездил в маски 10 штук на 1 неделю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 масок. Потом ему еще дадут уже на работе. Вот он и вышел на работу, да? Раз уже карантин начался, да? И еще нам отправят, тоже в таком же большом конверте, Мэрия. Мэрия отправит уже другие маски такой, другого типа. Типа как утка такая, клюв утки такой, знаете, вот такой белый. В тот раз, во время карантина они нам отправляли. Теперь опять тоже так же бросит в почтовый ящик. Кроме этого, положили разрешение. Вот он заполнит это все, да? Где он живет, какая улица, где работает. И во сколько поедет утром, и до скольки он работает. Он пишет, здесь все заполняет. И едет с этой бумагой разрешающей. Разрешающий выезд на работу, там, на прогулку, там, или куда. Если я пойду прогуляться, да? В радиусе километра я беру этот документ, заполняю. И с моим видом на жительство я иду гулять. Маску надеваю, конечно же. Вот. Когда я разговаривала с моим сыном, он сказал, мама, нет. Мы все покупаем сами в России. Вот так вот организация думает. Ну, там сильные, конечно, профсоюзы во Франции. Здесь французы очень защищены насчет этого, да? Профсоюзы очень их защищают сильно. Так вот. Вот такой конверт мой муж получил. Очень жаль, конечно, что это вот неорганизовано во России, но во Франции вот так. Ну, что ж. Желаю вам здоровья, не болеть, беречь себя. Как можно лучше для себя остаться дома, если вам необходимо. Конечно, покупать продукты это надо, везде надо. Необходимо надевать маски. Хотя, когда ты разговариваешь, да, с солюнажей выходит. А так ты хоть маску дышишь. От других людей не получаешь инфекцию. Ну, как-то так. Всего вам доброго. Пишите мне комментарии, кто что думает об этом. Какие-то отзывы напишите мне. Я буду очень рада. Всего вам доброго. До свидания. Па-па-па.